А перед началом этого видео хочу попросить тебя, чтобы ты мне помог спасти этого маленького пёсика, который попался в ловушку Гриффера. Чтобы его спасти, ты должен поставить лайк на это видео, подписаться на мой канал и нажать клавишу колокольчика в течение 4 секунд. Ну а если ты это не успеешь сделать, то тогда пёсик упадет в лаву скорее. Раз, два, три, четыре. Так, я надеюсь ты всё правильно сделал, как я и сказал, и давай проверим. Отлично, мы освободили пёсика из ловушки. Привет, ребят, меня зовут Рисман. Сегодня мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт. И наконец-то, наконец-то новое видео про жителя в Майнкрафте. Но немножечко, немножечко всё по-другому теперь. Мы с вами начинаем новую линию жизни жителя в Майнкрафте. Дело в том, что для тех, кто не понял, объясняю, в прошлой ветке, в прошлом сезоне, житель погиб, спасая свой город, спасая свой род жителей, спасая за всех, за всех жителей. Он просто погиб на войне со свиньями. И сегодня мы с вами начинаем новое выживание. Выживание детектива жителя в Майнкрафте, у которого в доме застряла корова. Я не знаю, что она здесь делает. Давайте графику чуть-чуть понерфим. Блин, он что-то лагает у меня уже комп. Старенький, старенький, такие дела. Ну что ж, сегодня мы с вами играем за детектива жителя. И кому, если вам понравится это видео, обязательно, пожалуйста, напишите в комментариях, что ждете продолжения. И мы посмотрим уже далее. Если вам зайдет это видео, то я запишу продолжение. Ну что ж, давайте начнем. В общем-то, меня мэр звал к себе, мэр нашей деревни. И давайте я ее для начала хотя бы покажу. В общем, это такая вот деревенька. Большая достаточно. Она проработаннее. Гораздо проработаннее, чем ту, которую я строил до этого. И выглядит она очень и очень, блин, прикольно. Вот серьезно, прикольно, слов нет. Так, ну что ж, нам нужно сейчас сходить к мэру, который живет вот в этой крепости. Узнать, что к чему и зачем он меня вызывал. Мне прям очень-очень интересно. Так, тут двери днем всегда открыты. И, кстати, 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 эта деревня на самом деле хорошо защищена. И поэтому мобов здесь практически не бывает. Так, приветствую, мэр. Так, детектив, наконец-то, сразу перейду к делу. В нашей защищенной деревне периодически начали появляться зомби. Големы, конечно, с ними справляются, но жителей здорово напугали. Реши этот вопрос, откуда они берутся. Ну, что ж, задание я понял свое. Мне нужно разобраться, откуда зомби появляются в деревне. И, в общем-то, решить, в общем, что с ними делать. Давайте, наверное, начнем. Первое, что мы начнем с вами, это, наверное, опросим свидетелей. Но как мы это будем делать? Так, знаете, что я вспомнил? У меня сосед дружит с одним чуваком, который слышал по ночам звуки зомби. Да, он слышал постоянно вот это вот под кроватью у себя, где-то под домом. Вот эти вот звуки такие рядом с домом. Давайте мы пойдем к моему соседу и сейчас с ним поговорим. Живет он прямо рядом с моим домом. Вот он мой домик, а вот мой сосед. Его зовут Рикардо. Приветствую, Рикардо. Он еще дома, походу, только-только проснулся. Привет, привет. Кстати, ставь лайк, если узнал, чей это скин. Так. О, привет, сосед. Да-да, мой друг слышал странные звуки. Я думаю, следует опросить его, потому что я ничего не понял все равно. Ну, ладно, понятно. Рикардо ни в что не втупил, ничего не влупил. И поэтому мы сейчас с вами отправимся к его другу. И его друга зовут, если я не ошибаюсь, Изумрудный Гоша, по-моему, его зовут. Поэтому мы прямо сейчас с вами отправимся к Изумрудному Гоше. Кстати, он где-то живет вот в этой стороне, поближе к фонтану. И нам нужно будет его опросить. Вот он, Изумрудный Гоша. Посмотрите, какой у него скин. Просто он весь такой, прям весь такой. Ауф, прям весь в цепочках, такой весь в золоте. Ну что ж, приветствую тебя, Изумрудный Гоша. Это самый заядлый тусовочник нашей деревни. Йоу, чё кого, детектив? Да-да, по ночам часто мучают звуки зомби. Эти их противные гррррр. Они будто под домом моим прячутся. Так что, детектив, я очень спешу на тусовочку. Ну ты крэйзи, йоу. Йоу, Гоша. В общем-то, мы поняли его, услышали его. И это наши первые свидетельские показания, которые, в принципе, нам очень-очень помогут. Нам нужно будет изучить местность. И разобраться, откуда здесь могут взяться зомби. Конечно, мы можем осмотреть ближайшие дома. Но я, если честно, здесь в ближайших домах не вижу ничего особо странного. Да, здесь ничего странного нету. Так что, скорее всего, это откуда-то либо снизу звуки шли. Ну, как он сказал, из-под дома, либо сверху. Ну, давайте посмотрим наверх. Наверху у нас ничего нет, только облака. Оттуда они не могли появиться. Скорее всего, они где-то прячутся под землей. Ага. Но они оттуда же как-то выходят. Ведь жители сообщали о том, что зомби периодически появляются в деревне. То есть, они выходят оттуда. А как они выходят, нам нужно изучить. Скорее всего, они выходят по потемкам. Откуда-то темно. И мне прям дико интересно, откуда они могут выйти. Кажется, дорогие друзья, я понял, откуда. Мы же только что установили фонтан. И как раз после этого начали издаваться звуки зомби. Хм. Давайте мы с вами, наверное, осмотрим там территорию. Заберемся в этот фонтан. Так, тут, в общем-то, плавают спруты. И да, что тут я вижу? Я тут вижу какую-то странную пещеру. Понятно. Ладно, у меня сейчас с собой оружия нет. Без оружия я туда ссываться не буду. Так как я детектив, а не коп и не военный. У меня его с собой постоянно нет. Поэтому мне нужно себя будет защитить в случае чего. И мы сейчас прямо с вами отправимся к кузнецу. Угу. Так, где же, где же кузнец? Где же кузнец? Так, у него, у него всегда есть оружие для меня. Он мне говорил. Он у меня в долгах. И поэтому он мне сказал такое, типа, если что понадобится, обращайся. Его зовут кузнец Михаил. Вот вы его прямо сейчас видите. Я как сказал, что это видео на знакомство с основными персонажами нашей линии новой. И поэтому знакомьтесь. Это новый персонаж Михаил. Запомните их всех. Запоминайте их всех. И если вы начнете смотреть видео с какого-то другого, вы ничего не поймете. Детектив. День добрый. Пожаловали за оружием наконец-то? Раз такие дела, советую вам взять не только оружие, но и инструмент. Я все приготовил. Возьмите в сундуке. Спасибо большое, кузнец Михаил. Так, о господи, блин. Вот ты напугал, дядя. Так, у него есть железный меч. У него есть железная кирка. В принципе, это все, что нам понадобится из инструментов. Больше нам особо ничего не нужно. Давайте мы теперь зайдем домой. Так как мы идем с вами на очень-очень важную миссию и очень опасную. Мы с вами возьмем факела, потому что там темно. И возьмем немножечко хлебушка. Потому что нам нужно будет там где-то да покушать. Так, ладно. У меня тут, блин, корова в доме застряла. Меня это вообще дико напрягает. Ну, ничего страшного. И мы с вами отправляемся исследовать ту самую пещеру, про которую я вам рассказал, когда мы осматривали фонтан. Так. Где же, где же? Вот изумрудный гош все еще не сорвался на свою тусовочку. Очень странный персонаж, если честно. Ну, ладно. Мы с ним познакомимся поближе уже дальше. Так, тут это... А, это спрут. Это спрут. Это ничего страшного. Так, я вижу зомби. Первый зомби, которого мы уже встретили. И, походу, мы с вами на верном пути. Потому что просто так они здесь появляться не могли. И нам все это дело нужно хорошенечко осветить. Потому что здесь будет темно и будут спауниться очень-очень много мобов. А нам этого не надо бы. Так. Так, 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 так. И вода стекает. Вода стекает куда-то сюда. Блин, я бы эту воду на самом деле убрал здесь как-то. Надо было фонтан отключить. Так. Вода спускается еще ниже. Так. И здесь у нас, здесь у нас куда-то, куда-то нас привела эта вода. Давайте посмотрим. Ага. Вот тут и оно. Я теперь все понял. Тут у нас спаунер зомби. Так. И вот отсюда зомби эти самые и появлялись. Понятно, понятно. В общем-то зомби пока что больше не появилось. Если я уберу, кстати, он же рабочий, да? А, да, черт, он рабочий. Он рабочий. Он рабочий. Он рабочий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зря я убрал факел. А, черт, 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 черт. Надо отхилиться, отхилиться. Так. Получайте, получайте. Все. Отлично. Мы с ними справились. И так, это не зомби был. Нет, не показалось. Так, зомби больше здесь нету. Нам главное хорошо осветить сейчас этот спаунер зомби. У нас, конечно, есть с вами кирка и мы можем его уничтожить. Но ведь это не прибыльно. Мы с вами можем сделать из спаунера самую настоящую мобоферму и зарабатывать на этим настоящие изумруды. И это хороший заработок для детектива, потому что у детективов у нас маленькая зарплата в деревне и нам нужно все-таки какой-то сторонний заработок иметь. Так, давайте посмотрим, что мы здесь нашли. Мы с вами нашли седло. Это очень хорошо, потому что я собирался завести лошадь. Оно нам точно пригодится. Железные слитки, гнилая плотину, пусть будет. Порох, нитки и уголь. Так, здесь у нас бирка, здесь у нас пластинка. Отлично, послушай на досуге, либо ее также продам. Ага, ага, ага. Так, это все мы забираем, все это нам пригодится. Так, отлично. Теперь мы можем отсюда уходить. Нам здесь больше делать нечего. Но проблема в том, что отсюда я просто так не выйду, потому что здесь течет вода. И течет она очень и очень сильно. И меня прям просто смывает. Я плыву со скоростью 1 блок в 3 секунды, и это очень неприятно. Так, ладно, нам нужно теперь туда как-то забраться. Так, давайте заберемся, заберемся. И выплыть из этого чертова фонтана. Главное здесь не застрять. Потому что если я здесь застряну, когда-нибудь эти факела потухнут, и будет обидно, если меня зомби сожрут. Кстати, для тех, кто не в курсе, я когда играл в Майнкрафт 1.8.1 бета, ходили слухи о том, что Маджанг собирались делать факела не бесконечными. То есть они реально бы затухали. И представляете, какой бы адок творился. Реально, чтобы вам освещать, вам потребовались бы не факела, а блоки светокамня. Кстати, можно было бы это проработать, на самом деле, добавив это в функцию, в сложность, например, там, очень сложную какую-нибудь, либо в нормальную, но не в легкой. То было бы, на самом деле, очень востребовано и очень хардкорно и интересно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Наша первая серия детектива-жителя подошла к концу. Кому это видео понравилось, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Рисман. Всем удачи и всем пока-пока.